В Магадане прошла административная комиссия, которая создана для рассмотрения материалов по правилам благоустройства. Нарушение правил благоустройства территории муниципального образования, установленных органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, если эти действия не влекут административную ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, иными статьями настоящего закона, лечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан. Предупреждение и штрафы распространяются на граждан, на должностных и юридических лиц. Диапазон рассмотрения очень обширный, начиная от парковок в неустановленных местах, мусора, строительных площадок и так далее. Это очень большой диапазон. Административно-техническая комиссия рассматривает дела раз в неделю по количеству составленных протоколов. Любовь Голимбиовская, Олег Калугин, Магаданское время. С 27 января в Магадане ввели режим ЧС из-за бродячих собак. Горожане в социальных сетях и на прямой линии мэра жалуются на агрессивных бездомных животных. По данным Единой диспетчерской службы, за прошлый год поступило более 600 сообщений об агрессивных собаках. Общественники уверены, для того, чтобы ситуация с животными изменилась, нужно пересмотреть действующее законодательство. Люди, которые заводят животные, они должны нести так моральную, так и финансовую ответственность. То есть они должны платить определенный налог на ситуацию, в которой сложности вообще порастить. Это нужно обнулить. То есть, используя метод европейских стран, Соединенных Штатов, да, собак надо вылавливать, передерживать питомники, если в течение какого-то времени, которое определится законом, животное не было взято, то есть не приобрело своего нового хозяина, его нужно усыплять. На данный момент в Магадане работает лишь один приют для безнадзорных животных. Большинство собак, которые там находятся, – отчета бывшие питомцы. По мнению владелицы приюта Галины Катеринич, такая ситуация складывается из-за большого оттока людей из Магадана. Хозяева уезжают и оставляют своих четвероногих друзей. Вот только за декабрь-январь у нас практически 70% по заявкам отловных животных – это бывшие домашние. Не надо магаданцам разбрасывать в коробках животных по подвалам, по коридорам, по базам. И надо немножко ответственнее относиться к своим животным. Для уменьшения численности собак стерилизуют, однако их количество остается прежним. Ветеринары утверждают, когда популяция уменьшается, инстинкты заставляют более активно размножаться. Так и происходит замещение. Кроме того, эксперты говорят, что стерилизованная собака небезопасна. У животных, которые не могут воспроизвести потомство, осталось чувство территориальности. Они охраняют свою пищевую нишу. Там, где они питаются, они стараются вытеснить конкурентов, прежде всего это собак. То есть драки неизбежны, особенно в период гона весеннего, осеннего, когда у собак, все об этом знают, все это видят, происходят собачьи свадьбы. Это крайне опасный момент. И ребенок, который бежит, размахивает руками, трясет рюкзаком и сумкой со сменной обувью, для них добыча и крайне легкая добыча. Кроме того, как отметила Людмила Гризина, кормить бездомных животных – не лучший вариант. Собака будет безопасна только в том случае, если у нее будет дом и хозяин. Проводить стерилизацию нужно, но потом нельзя отправлять животное обратно на улицу, считает ветеринар. Кроме того, владельцы, которые отправляют питомцев на самовыглу, подвергают опасности не только людей, но и само животное. Поэтому специалисты просят не выпускать питомцев без надзора. Если такую собаку найдут, ее отловят и отправят в приют. Я вас спрашиваю, я не знаю, где, как собаки себя ведут, но вот здесь, который на Марчикане, вот у меня находится коломагазин, собака. И вот эта собака можно, она тоже здесь постоянная. Они на людей не бросаются. Они сытые здесь, накормленные, люди сами их кормят. Вот мы их подкармливаем, понимаете. Говорю, не надо просто убивать, не надо. Это очень жалко. Она седьмой год уже со мной, вот. Седьмой год. Здесь медведь спускается летом. Опасно. Я работаю здесь до 11 ночи. Вот. Не дай бог что. А так я уже знаю, что она никогда никого не подпустит. Собачий вопрос пока остается открытым. На данный момент его регулирует федеральный закон, согласно которому животное вылавливают, стерилизуют и возвращаются в льду обитания. Однако некоторые эксперты, как и общественные, считают, что это небезопасно. И нападение животных на людей будет продолжаться. Лизавета Сипаилова, Илья Пачин, Александр Фещенко. Магданское время. Предприятию Галут на работу требуются. Дорожные рабочие. Медик. Слесарь по ремонту ДСМ. Машинист категории С. Машинист автогрейдера категории Д. Водители категории Б, С, ЦЕ. Машинист экскаватора-погрузчика категории С. Плотник 5-го разряда. Специалист по закупкам. Автоэлектрик. Электромонтер до 1000 ватт. Инженер производственно-технического отдела. Инженер-экономист планово-экономического отдела. Заработная плата по результатам собеседования. Галут. Улица Гагарина, дом 58. Телефон 220-311. На Колыме проходит акция «Банковская карта-2022». Ее цель – объяснить людям, как не стать жертвой мошенников. Злоумышленники используют информационно-коммуникационные технологии, чтобы узнать личные данные. Специалисты вручили магданцам профилактические памятки и рассказали о том, как обезопасить себя от посягательств мошенников. Полицейский рекомендует в любой нестандартной ситуации прежде всего успокоиться, как следует все обдумать, посоветоваться с близкими. Уважаемые граждане, не принимайте поспешных решений. Помните, что сохранность ваших денежных средств напрямую зависит от вашей бдительности. УМВД России по Магаданской области рекомендует не отвечать на вызовы с неизвестных номеров в телефонах. Если трубку все-таки взяли, а на другом конце провода вас убедительно просят привезти деньги на безопасные счета, нужно немедленно прервать звонок. О фактах мошенничества можно сообщить лично в дежурную часть полиции или по номеру 102. В такую серую погоду явно не хочется выходить из комнаты, где на фоне включен любимый сериал. Стоит ли строить активные планы на выходные и будет ли нас радовать погода в Магадане солнцем или теплом, узнаем у жителей города. В субботу 5 февраля в Магадане небольшая облачность, температура воздуха ночью до минус 15, днем до минус 7 градусов мороза. Атмосферное давление низкое, 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду, влажность комфортная 34%. В воскресенье 6 февраля температура воздуха ночью до минус 16, днем до минус 6 градусов мороза. Атмосферное давление в пределах нормы 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду, влажность комфортная 50%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова